Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Но, вы знаете, это, конечно, шокирует. Другого слова я не могу подобрать. Я сейчас прочитал о том, что... Это материал, правда, уже двух-трехдневной давности. Андрей Разин пообещал помочь детям Юры Шатунова. При этом директор Шатунова, по-моему, фамилия его Кудряшов, буквально вот сегодня рассказал о том, чем занимается семья, чем занимается вдова. Говорит, что оформляют документы. Наследство вступает через полгода, но оформлять документы необходимо уже сейчас. Вместе с тем, он говорит, наследство получает вдова и семья в целом, и суды с Разиным. Потому что апелляционный суд, апелляционная инстанция встала на сторону буквально за 2-3 дня до ухода Шатунова, не поворачиваться язык сказать, до смерти, на сторону Юрия Шатунова. В споре с Разиным о правах на исполнение песен Ласкового Мая. И вы знаете, дело все в том, что получается очень интересная ситуация. Андрей Разин обещает помочь детям Шатунова и продолжить судиться с ними. И здесь, учитывая комментарий директора Шатунова о том, что вдова находится, супруга вдова Шатунова находится, Светлана, в тяжелейшем психологическом состоянии, в тяжелейшем психологическом состоянии. Я напомню, были сначала сообщения, что она не может попросту прилететь в Москву. Потом она, как сегодня директор заявил, что прошло без срывов, прошло все достойно, хотя, наверное, это стоило ей просто нечеловеческих сил. Она прилетела, привезла детей, чтобы проститься с мужем, чтобы дети простились с отцом, хотя у нее не было сил изначально, я помню, сообщалось, просто прилететь даже в Москву. И вот на фоне такого психологического состояния, когда она, пожалуй, только вернувшись в Германию, сможет через какое-то время осознать, что произошло, потому что все мы не можем осознать, что случилось, и поставить в одном предложение Юра Шатунов и смерть. Что касается супруги, она с ним разговаривала наверняка, полон сил, энергии, и раз не стало. Мгновенно. Это страшно, ужасно страшно. Я вам хочу сказать, я потерял близкого человека в свое время, примерно по такому же сценарию. Примерно по такому же сценарию. И это ужасно страшно, когда это мгновенно. Ты видел человека буквально накануне, абсолютно жизнерадостным, здоровым, и вот буквально спустя полдня его нет. Это очень страшно. Да? И потом много раз задаешь себе вопрос, может лучше болел какое-то бы время, и как-то это было прогнозируемо, что ли. Не знаю, как лучше или как хуже, но это очень страшно. И на фоне вот и со временем у нее будет приходить сознание, это будет ее маленький личный ад. Маленький я имею в виду, потому что в рамках одного человека, но это будет ад, это будет очень тяжело. И дай бог дети помогут, естественно, все это пережить. Я желаю справиться с этим горем, с этой утратой. Но если разин продолжит судиться, вы знаете, я просто подумал о том, что кое-кого, что-то новое я имею в виду, суды эти уже доконали. Не может ли случиться, не дай бог, конечно, не дай бог, но на фоне тяжелейшего психологического состояния, вы понимаете? Все может быть. И тогда что? Помогая детям Шатунова, разве что сделает? Отправит их в интернат? То есть Шатунов выбился из интерната, зарабатывал, дети были смыслом жизни. Я прочитал его сейчас интервью. И все это придет к тому, что, не дай бог, конечно, но на фоне тяжелейшего психологического состояния, не дай бог, что-то еще с супругой случится, Светланой. Я не знаю, но мне только какое-то одно на языке крутится, равен остановись. Понятно, что эти песни это то, что будет кормить, я не знаю, там, наследников, потомков, там, до десятого колена эти песни будут играть, будут деньги получать. И теперь понятно, что нужно, но ты же должен понимать, что сейчас и какая обстановка. И если директор заявляет с его слов, что подана кассационная жалоба Разиным потихоньку, то это получается, что им скоро нужно будет встретиться в суде. Или если в пользу Шатунова была апелляционная инстанция, значит, после того, как супруга вступит в право на следование, они опять встретятся в суде. И вместо Шатунова будет супруга. Друзья, мне кажется, нужно как-то нам общественно повлиять на это. Для того, чтобы это все прекратилось. Иначе это может привести к очень печальным последствиям. Как бы ни привело. Интересно ваше мнение, что вы думаете на все еще. Друзья, пишите просто ваши комментарии, подписывайтесь на канал. Кому интересно, с вами был Будда Гришна. Ссылочка в закрепленном комментарии в описании к видео для поддержки канала. Кому нравится смотреть мои ролики, можете поддержать канал. Подписывайтесь на резервный и запасной канал Будда Гришна. Новости здесь в YouTube, чтобы нам с вами не потеряться в случае чего. И телеграм-канал Будда Гришна. Новости там вся политика и не только с моими комментариями. Успехов, здоровья, друзья. Всем пока. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok